Зима в этом году не торопится. И пока не настал февраль, налить чернил и рисовать. Экслибрисы. Правда, в нашем проекте этим занимается художник Игорь Николаев. А мы с тобой, Лада, двигаем сюжет вперед. Экслибрис – это программа о домашних библиотеках. В конце каждого выпуска мы дарим нашим героям личный книжный знак, емкий рисунок, печать, в которой отражается личность владельца и характер самой библиотеки. А если владелец еще и стихи пишет, тогда это отражается на авторе проекта. Я тебе стихотворение написала, слушай. Я с тобой – это я настоящая, не на цыпочках, не на катурнах, на ахиллесовых прямо стоящая, неуязвимая, как скульптура в недрах зимнего летнего сада. Как же я тебе рад, Лада! Человек неразрывно связан с тем, что он собирает, с тем, что его интересует, чем он живет вообще. И во многом как раз вот Экслибрис они отражают и библиотеку, и личность человека. Субтитры создавал DimaTorzok Люди очень часто сдают книги. Чтобы дать книгам вторую жизнь, эти книги перепродают, дают возможность попасть на полки к кому. Вот, например, к таким любителям, как я. Будем их по размеру сортировать? Я думаю, что да. Я вот обзорно посмотрел вашу библиотеку и заметил, что вы расставляете книги не совсем по порядку, то есть как-то стихийно все получается, вы как-то систематизируете сбор вот этих книг, превращаете это в библиотеку или, может быть, это у вас просто вот как бы чисто бытовые условия не позволяют вам как-то сделать, систематизировать эту библиотеку вашу? Конечно, несмотря на то, что у меня появился большой шкаф и множество полок. Большинство книг, они разноформатные, поэтому не получается подобрать. Ну, если вот там в углу есть подборка одинаковых, которые я покупала, да, одного издательства, их можно подобрать, что заурбежная литература, наша литература, да. Вот они стоят двумя стопочками, а в основном книги приходится складывать по размеру. Именно поэтому у меня наверху лежат разноформатные, маленькие, большие. То есть это какая-то система есть, но она связана с тем, чтобы все вместилось. Да, чтобы все вместилось. Но в будущем вы все-таки мечтаете, что у вас будет пространство, и вы сможете их разложить, как вы хотите. Конечно, желательно от А до Я. Наташ, мы познакомились с тобой, ну, скажем так, ну, неделю тому назад. И, естественно, как два незнакомых человека, мы разговаривали первые несколько минут на «вы». Но легкость твоя такова, что, ну, то есть это невозможно, да, то есть мы перешли мгновенно на «ты», это обозначает, что ты такой достаточно человек легкий, воздушный. И тут Кутилов. Это сложная биография, это очень тяжелый конец, это совершенно другой образ жизни, и поэтому мне непонятно, почему именно он тебя зацепил. Ну, я бы не сказала, во-первых, что я легкий, воздушный человек. Все-таки у меня тяжелый характер. Я такая вредная, скажем. Мне больше всего нравится это слово. А Кутилов? Ну, Кутилов, наверное, это интеллект прежде всего. Это единственная запись голоса Аркадия Кутилова. Как обычно, пьяного, веселого и бесшабашного поэта записали его друзья Геннадий Великосельский и Геннадий Пономарев, муж Жанны Бечевской. Запись сделана в апреле 1985 года, за месяц или два до того, как в сквере напротив тогда еще транспортного института было обнаружено тело Аркадия Кутилова. Вы могли бы в жизни пересечься каким-то образом при наличии ваших двух совершенно разных биографий? С учетом того, где тусуются современные поэты, наверное, мы могли бы и встретиться. Потому что мы читаем по барам в основном. Если это не городские общественные площадки, то да, наверное, в принципе, было бы интересно и возможно. Жизнь прекрасна. Это не совсем про меня. Может быть, поэтому мне интересно, и для меня он прост, и, может быть, даже понятен. Потому что для меня ближе к Кутилову никого нет. Но писать так, как Кутилов, не может никто. Скелет звезды, паучьи ножки, корона древнего вождя? Да нет, я пальцем на окошке рисую атомы дождя. Я знаю все, ничуть не меньше. Я свой в космических краях. На Марсе явно нету женщин, а наше солнце в лишаях. Рисую знаки зодиака, а вдруг подумаю о том, куда бежит вон та собака с таким торжественным хвостом. Какая тема для вас ближе всего? Что у вас лучше всего получается? Какая тема раскрывается в вашем творчестве, в ваших стихах? Стихи у меня в основном любовная лирика. В большинстве своем. Либо что-то такое... То есть чувства, взаимоотношения? Да, конечно. Стихи я пишу, в принципе, на районах с пятого класса, мне так кажется. Я собираю также стихи. Я люблю вообще, в принципе, поэзию. Но, так сказать, чтобы вот новые формы... Вот благодаря нашему клубу приходится открывать для себя что-то новое и изучать, пробовать писать. Ну, вот стандарты какие-то. А так нет. У меня обычно, как я говорю, вот думаю в стихах, вот так и пишу. Обычно, когда люди узнают, что я там читаю где-то стихи, а в основном это либо мои коллеги, либо друзья, либо родственники, то и приходят в основном послушать именно свои. То есть сначала у меня начали ходить сестра с мужем, потом у меня, когда городские выступления, у меня мама приходит с подругами, у меня ходят коллеги, с которыми работаю. Даже вот одна из них записалась и будет тоже участвовать в наших творческих вечерах. Ты собираешь биографии людей. То есть все-таки ты из категории тех, кто хотел бы проникнуть в сущность человека. Потому что есть люди, которые говорят, мне достаточно его произведений, я ничего не хочу знать о том, каким он там был, маргиналом или негодяем, или еще кем-то. А есть вот те, кто считает, что постичь творчество писателя или поэта можно исключительно, ну вот дотошно изучив биографию. Для меня важно, что человек пишет и каким он на самом деле является. Мне это всегда было интересно. Может быть, потому, как нам... Я все свожу к школе, к детству. Ольга Александровна нам всегда рассказывала о жизни и творчестве. Ольга Александровна это учительница литературы? Да. То есть у нас всегда было... Это достаточно объемно. Ты не можешь просто изучить литературу, не затронув жизнь. У меня любимый был Есенин, и я по Есенину до сих пор собираю тоже литературу о жизни и творчестве, не только как бы само творчество. Блок, Лермонтов. И потом появился Кутилов. И как-то на этом у меня... Нет, ну не совсем закончилось в свое время. У меня ориентиры поэтически сменились, и я вдруг полюбила Бродского. А тут сходила на бег вахтанговцев, и там еще тоже Бродский. И это так в канву вошло с Булгаковым. Они как-то так соединились неожиданно для меня. И вот как-то Бродского в последнее время тоже люблю и, в принципе, стараюсь читать. Про Высоцкого я собираю все, что только можно. Высоцкий, именно вот простота передачи диалектной речи, вот это, это, конечно, очень высокое мастерство. Это то, что я ценю. Если путь, прорубая отцовским мечом, Ты соленые слезы На ус намотал, Если в жарком бою Испытал, что почем, Значит, нужные книги Ты в детстве читал. Этот портрет мне подарила одна из коллег, в свое время работала в торговле. И мы заговорили с ней про Высоцкого. Она говорит, Я была влюблена в Высоцкого всю свою жизнь. Говорит, у меня есть портрет, тебе нужен? Конечно. Говорит, он без багета. Я говорю, все равно нужен. А с книгами ты так же поступаешь, когда кто-то там, допустим... Тебе нужна книга? Да. А почему ты так делаешь? Потому что тебе жалко, что книгу выбросят? Да. Для меня вообще это трагедия, если выкидывают книги. То есть ты готова спасать любые книги? Да. Если, даже если тебе не позволяют, если у тебя нет такой возможности? Ну да, наверное. То есть я, например, тут читала мусорщики. Из выброшенных книг создали библиотеку общественную. Вот это я понимаю, это достойно уважения. Зачем спасать книги, если у нас все переходит в цифру? Ну то есть понятно, что со временем они прям совсем исчезнут. Или они не исчезнут? Нет, я думаю, книги никогда не исчезнут. Память, рассказы советских писателей. Я некоторые даже не знаю, честно говоря. О, 100 советов верующим. Интересно. Сокровищницу нашла. Называется Кедротека. Добрый день. Здравствуйте. Я хотела бы забрать свой заказ. Ага, а напомните, пожалуйста, фамилию? Никушана. Два заказа у вас получается? Да, ну там еще один есть. В 17-м мы впервые провели акцию «Сдай макулатуру, получи дерево». И тогда впервые столкнулись с макулатурой и с большим количеством книг, которые люди как бы, ну, сдают на утилизацию. И мы решили, что мы откроем свою библиотеку. Омская кедровая библиотека. У нас 50 квадратных метров площадь склада. И у нас помещается, ну, максимум, 7 тысяч книг. А книг нам несут и несут, и несут. Рекорд был 1 тонна 800 килограмм книг. Мы забирали с одной квартиры. Просто, то есть, ну, прежний хозяин скончался, наследники собрались сделать ремонт, и они говорят, ну, мы понимаем, что вы их куда-то пристроите. И мы там с пятого этажа сталинский дом был, то есть мы это все забрали. И я думал, что никто не читает. Ну, то есть у нас же принято говорить, что все деградируют, все сидят в телефонах. Мы просто начали продавать книжки по 10 рублей за штуку. У нас стали появляться люди. Один из предпринимателей сказал, что я хочу, чтобы моя деревня читала. И он выделяет какие-то деньги библиотекарю. Она покупает, в том числе книги у нас, потом отчитывается и, в принципе, то есть, ну, делает доброе дело. Но это, опять же, за счет спонсорства неравнодушных людей. У нас много что держится за счет человеческого неравнодушия. Целая подборка. Да. Я так посмотрела, что никому она не нужна, кроме меня. Думаю, прекрасно. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Интересно, а сколько вот времени человеческой жизни требуется для того, чтобы прочесть все 20 директоров Чейза? Я Чейза прочитала, мне кажется, года за три. А какую книгу ты можешь порекомендовать мне, например? И вообще, есть ли у тебя вот такая черта рекомендовать что-то другим прочесть? Или есть ли у тебя такое, что чем-то, если ты сильно вдохновлена, то ты обязательно будешь, ну, там, вплоть до навязывания говорить, обязательно прочтите и так далее? У меня такого нет. Я дарю книги, безусловно. И даже вот у меня так получается, что мне, допустим, дают книги, если у меня там стопочка собирается, у меня есть всегда кому отдать эти книги, подарить. У меня есть еще такая привычка, тоже школьная, делать цитаты из того, что читаю. Именно поэтому я читаю очень медленно. Рабочие, можно сказать, материалы, которые вы потом используете как-то в своем творчестве? Да я бы не сказала. Просто для себя тут даже иногда открываю, что, может, когда я это все читала, я не помню. Согласно каталогу, сколько сейчас у тебя в библиотеке? Не считая последних 130 купленных, 847. Когда книг стало много, и мне надо было просто, чтобы не искать, кто какие книги в каком месте лежат, я начала собирать. Их по кучкам разложила, где там детективы, где романы, где что. Ну, кстати, смотрю, и самой интересно, почему такие разные обозначения. Ну, понятно, я выделяла... Сначала, я помню, я начала одного автора, например, Симонова, да, мне подарили тут «Живые и мертвые» трилогию. Может быть, лет 7 назад я ее завела. Ну, со временем, конечно, я тут выделять перестала, просто он высоцкий. А это вот как раз пошли перечисления роман-газеты. Ой, 75-го года есть. 81-го, 84-го, 79-го. А я вот помню. Все-таки нашли старинную, да? Именно благодаря каталогу. Значит, каталог работает. Конечно. Ольга Александровна у нас говорила, нельзя не любить Пушкина. Пушкина начала читать только вот недавно. Для меня Пушкин, ну, прозаик, да. Для меня Пушкин, он прозаик. Я безумно люблю «Капитанскую дочку», Дубровского, Онегина, я не знаю, сколько я раз перечитывала. Это единственное поэтическое у Пушкина, что я люблю. Ты знаешь, надо на самом деле иметь невероятную смелость для того, чтобы признаться, что вот я не читала, я не знала. Потому что обычно люди любят прикидываться, что они все знают. Поэтому ты смелый человек. Спасибо. Ну, у меня потому что есть свои... Если я люблю детективы, у меня пошло... Я же не зря купила сейчас часть за себе коллекцию. Потому что я любила то, что... то, что тренирует мозг, логику, мне нужно всегда было разобраться во всем. Воспитательница должна знать, куда спрятали игрушки. Я не должна знать, я вижу 7 и 15 глазами. А это вот как раз ваша профессия, воспитание, культура, поведение детей. Это тоже нужно обязательно. До школьного возраста. Тургенев пошел. И более того, это вот те две книжки, с которыми я боролась. Да, это я очень хотела почитать. Тургенева люблю именно с этой точки зрения. Не столько его произведения, хотя очень люблю, сколько его, так сказать, взгляды на жизнь. Я бы отдал весь свой гений и все свои книги за то, чтобы где-нибудь была женщина, которую беспокоила бы мысль, опоздаю я или нет к обеду. Из повести Ивана Тургенева Клара Милич. Чем отличается домашняя библиотека от, скажем, муниципальной, городской, районной, общественной, публичной библиотеки? Ну, как всегда, правилами поведения. Потому что, ну, вот наша библиотека Чернышевского, в которую я ходила с первого класса, наверное, по последний год университета, наверное, или предпоследний год, ты приходишь в читальный зал, или, неважно, ты приходишь в саму библиотеку за книгой, там все равно тишина. Когда читаю, я читаю либо вот так, либо вот так, чаще всего с кружкой кофе обязательно, и всегда с музыкой. Я не читаю без музыки, я в тишине почти никогда не читаю. А какая музыка звучит, когда ты читаешь? На самом деле, чаще всего это либо индийская музыка, либо дидюля, да, либо, ну, что-то испанская гитара, вот это вот все такое, чтобы меня не отвлекало, слова, чтобы меня не отвлекали, я включаю музыку. Инструментально. Инструментально, да. Я себе позволяю лечь в обычной общественной библиотеке, ты не ляжешь, хотя вот подруга моя, они были в Питере с дочерью, и она говорит, вот эти библиотеки сейчас у них новые, с большими окнами, на которых можно сесть. Да, конечно, я бы тоже пошла в это окно и села, потому что я вообще люблю читать около окна. Если бы у нас таких библиотек было больше, было бы, наверное, интереснее, и народ бы, может быть, даже больше туда ходил. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо тебе огромное, что ты согласилась встретиться для съемок финального эпизода в библиотеке. Это библиотека «Квартал 5.1». Это очень знаковое для меня место. Здесь работают мои друзья. Я обожаю вот каждый зал и предлагаю перед тем, как, собственно говоря, мы представим тебе «Экслибрис», то, для чего мы здесь собрались. Я тебе немножко покажу свои любимые места вот в этой библиотеке. Здесь мы снимали квест «Достоевский.Омск». Здесь практически все как дома. То есть можно прийти, взять книгу, посидеть на балкончике. Если захочешь, можно потом будет это сделать. Здесь я писала, кстати, интервью со Стогом. В общем, для меня это очень памятные места. Тут вообще именины сердца, да? То есть можно, в принципе, сесть, посидеть в сансаре. Узнаваемая часть. Да. Ну а тут, смотри, пойдем, я тебе лестницу покажу. Можно попросить интеллектуального убежища в библиотеке и жить здесь. Я думаю, что не выгонят. Мы сейчас заходим в зал, где у них вообще просто креативно-гениальное пространство. То есть мне кажется, что они здесь воспитывают будущих или настоящих гениев. Это что? Она уже есть? А ты бы... А ты бы... Она только вышла недавно, месяц назад. Ты бы хотела, чтобы она у тебя была в твоей библиотеке? Конечно. Обязательно. Ну, открой. А можно с конца? Нет. А ты открой сначала. Инташ, она твоя. Посмотри, здесь экслибрис, который обозначает, что это твоя книга. Она из твоей библиотеки. Поэтому я первый схватила. Шикарный экслибрис. Спасибо. У меня есть еще одна для тебя книга в подарок. Пойдем. Да, можем. Ты понимаешь, что это ты? Конечно, понимаю. Вот. Ну, то есть это огромная редкость, когда художнику хочется именно изобразить владельца библиотеки прям вот портрет. То есть чем-то ты его очень сильно зацепила. Это тебе конверт. Открывай. В этом конверте это такой документ, так сказать, описание этого экслибриса можешь прочесть вслух. Основой для создания данного знака стала личность самой владельцы библиотеки. Ее образ соединяется с книгой, пером и завершается произрастающим цветком. Цветочек вот здесь вот видишь. Наташка с ромашкой. Да. Что там еще написано? Наталья представлена романтической девушкой, пишущей стихи и любящей книги. Цветок – символ созидания, роста личности, жизненной энергии. Композиция уравновешена, близка к квадрату. Ну что, красота. Что тебе в этом во всем больше всего нравится? Цветок, перо или ты сама? Ну, первое, что бросилось в глаза, это перо, если честно. Сначала я увидела перо, потом человеческое лицо. Такое ощущение, что мы какую-то психологическую картинку, да, что перо увидел. Да, потом читаю библиотека, потом я вижу только имя, только потом фамилию с инициалами. И только потом я увидела ромашку. Я хочу подарить тебе еще одну книгу, на которую уже ты собственноручно поставишь свой уже печатный книжный знак. Я про эту книгу хочу тебе кое-что сказать. Эту книгу написала девочка, моя подруженция. Ей сейчас 18 лет. Ее зовут Даша. Но она, поскольку там фанфики и все такое прочее, то есть это очень такой беспредельно далекий от меня жанр, но я точно так же беспредельно обожаю Дашку. Поэтому я хочу не просто, чтобы эта книга была у тебя в библиотеке. Я хочу такое сделать посыл, поскольку ты имеешь отношение к литературным сообществам, мне бы хотелось, чтобы ты рассказала об этой книге и другим людям тоже. Потому что Даша девочка непростая, там есть определенные проблемы со здоровьем и так далее, но она очень сильная, я ее очень горжусь и я очень хочу, чтобы ее книги не просто как бы дарились. Я, например, эту книгу купила, честно купила за деньги. Понимаешь? Мне бы хотелось, как у любого писателя, у нее был отзыв не только в виде лайков, но и в том, что книга востребована и что ее хотят у нее приобрести. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok